Всем привет, друзья! Вы на канале Культгеймс и мы с вами начинаем проходить Call of Duty 2, вторую часть. Кто не видел, во-первых, есть обзор уже этой игры на канале. Можете посмотреть коротенький, там мы посмотрели трейлер, поговорили о технических требованиях для этой игры, поговорили о разработке и так дальше. Также у нас есть на канале прохождение Call of Duty 1 и Call of Duty United Offensive, дополнение к первой части. Сейчас у нас начинается Call of Duty 2, вторая часть. Как всегда, берем новобранец, потому что и так это довольно-таки сложно. Вообще не понимаю, как люди на ветеране, например, проходят, это просто нужно быть очень серьезным задротом. А так как мы хотим просто посмотреть сюжет, вот, и хочу показать именно прохождение этой игры, то выбираю новичок. Что ж, поехали! 1939 год. Армии нацистской Германии начинают завоевание Европы. Сначала пала Польша, затем Дания, Норвегия, Франция, Бельгия, Люксембург и Нидерланды. Настал 1941 год. С армией более чем 7 миллионов солдат, нацистская военная машина повернулась на восток и начала вторжение в Советский Союз. Используя тактику Блицкрига, они быстро продвигаются вперед, неуклонно прорывая советские линии обороны, и подходят к Москве менее чем через 4 месяца. В условиях острой нехватки подкреплений, защита Москвы оказалась в руках тысяч новобранцев, которым предстояло сдерживать регулярные и отлично обученные немецкие силы в смертоносных холодах ужасной русской зимы. Очень атмосферно. Тут у нас появились настоящие исторические кадры. Так, через несколько часов, 16 декабря 1941 года, Москва, 10 часов вечера, минус 15, потому что декабрь, логично. Через несколько часов я присоединюсь к своим товарищам на оборонительных рубежах Москвы. Немцы сейчас стоят в нескольких километрах от Москвы. Своей артиллерии они уничтожили много мирного населения и убили почти всех моих родственников. Хоть я в жизни не держал винтовку в руках, я готов учиться тому, чему должен и буду защищать родину от фашистов. Рядовой Василий Иванович Козлов, 13-я гвардейская стрелковая дивизия. Короче, будем мы за пехотинца. Товарищи, помните, вы находитесь на линии фронта. Если хотите выжить, слушайте меня. Подойдите к столу и возьмите оружие. Так, а что с графоном? Почему? Надо двигаться быстрее, товарищ. И тебе нужно настоящее оружие, чтобы убивать фашистов. Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Почему гр... Не испытывай мое терпение, Василий. Теперь хотя бы широкоформатно это все дело. Так, играфон достойный. Окей. Ну, хотя бы так. Так, куда нам? Оружие на столе, товарищ? Хорошо. Теперь вернитесь и доложите комиссару. Да, что могу сказать. Графика, конечно, получше. Намного. Причем. Хорошо, товарищ. Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Ну, посмотрим, как ты стреляешь. Целься в мишень! Куда стрелять-то? Советую целиться, козло! Блять! Очень хорошо! Неплохо! Блин, прикольно. Прикольно. Графа реально намного лучше. Да, для сведения. Я не проходил вторую часть. Все в новинку. Стреляйте по бутылкам. Да, я уже сбил. Я уже сбил почти все каски. Ну, как бы все. Так, отлично! Теперь иди сюда и ударь по мишене прикладом. Хватит, товарищи! Подойдите сюда и возьмите гранаты. Это же картошка, товарищ комиссар! Почему у нас картошка вместо гранат? Потому что настоящих гранат-то слишком мало. Граната должна прикончить фашиста, понял? Так, точно, товарищ комиссар, виноват! Так, а граната какой? Теперь бросайте картошку в мишени! Так. Хороший бросок! Неплохо! Очень хорошо! Товарищ комиссар! Товарищ комиссар! У нас тут пленный. Вот! Блин, клево, клево. Вообще. Пока что кайфушечки. Немцы готовятся атаковать. С юго-восточной стороны. Это не шучи! В подвале дома на восточной стороне находится оружейный склад. Идите, наберите там боеприпасов. Я останусь здесь, присмотрю за нашим гостем. Помните, чему вас учили? Вперед! Будут измываться над поленным. Идите. Я думаю. Тебе конец, фашистская власть! На домой! Поверьте, мужчины не давать! Парфаншеи, друг за другом! Василий, Северный, остальные за них! Ваши сверхнехлота! Вон, принято, из Востока! Товарищ противника, местных, Возьмите автомат! Проверьте, наряжены ли они или нет! Магазин должен быть в полку! Сюда! По лестнице! Так, почему-то я не могу нести и винтовку, и пулемет! Так, это не дымовая граната! Блядь! Ты что делаешь? Просай перед твоим веком! Погоди! Пусть ты подвинься! Орежись, товарищи! Еще чуть-чуть! Так, что дальше? Пошли! Со мной! Появились дымовухи в этой части игры. Ора! Так, и? Что дальше? А, звезда, звезда. Блядь. А где хп? Где у нас хп в этой? Сразу бросают, короче, в такой пиздец. Даже если в ногу попал, короче, сохранялка. Даже если в ногу попал, чувак умирает. Блядь, сзади. Короче, тут система уже поинтересней. Тут, походу... Блин, графон, конечно, очень отличается от первой части. Только вот я плохо вижу белый прицел на белом фоне. Да, блядь. Чего? Ага. Долго. Я тоже. Так, ну, блядь, неплохо. Очень неплохо. Мне даже понравилось. Я бы сказал, даже очень. В основном графикой. Графикой и новой системой, в которой нет хп. А, типа, чем больше тебя дамажит, тем больше вероятность, что ты подохнешь. Так. Сталинград. Снег, минус 20 градусов Цельсия. Поехали. Медицинский корпус немецкой армии готов помочь каждому благородному советскому человеку. Просто сложите оружие и остайтесь ближайшему немецкому патрулю. Ага. Вот у меня есть и ППШ. Есть указатель гранаты теперь. Кровь добавили. Не было крови в первой части. И оптимизация хорошая при такой графике. Так, это свои. Б для бинокля. Зачем? Найдите обороняющихся бойцов. Да, мы все части начинали за американцев. В этот раз мы начинаем прямо сразу за советских бойцов. Гранты, мазаисты! Наши дисциплинированные солдаты получили строгий приказ. Продвольно принимать все садыцкие войны. Немцы готовы цикла тратить. Так, снайперская винтовка, но давайте вот так вот сделаем. Сейчас они подойдут в армию. Блин. Вэй, 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 вэй. Блять, граната. Ясно, вот я и первый раз умер. Блять, тут какой-то пиздец. Тут их надо отстреливать. Блять. Ватако. Субтитры сделал DimaTorzok Попасть Блять Граната теперь достает через стеночки Бля, очень атмосферно Да и в принципе реально графа радует Для 2000 Какой-то год, пятый вроде Графон просто шикарный Субтитры сделал DimaTorzok Так методично короче Идем вперед Отстреливая Всю эту херню Блять Тут надо задерживать дыхание, чтобы попасть Клавишей shift Ой Он тогда не так разбрасывает Так, не-не-не-не-не-не-не-не-не верните снайперку Что-то задается мне, что они распаунятся Или нет Блять, гранаты Бля, ну это намного проще, чем из КП Типа такая система Это теперь уже похоже, знаете, просто как на Фильм В котором практически невозможно умереть Не надо искать теперь аптечки Блять, граната Ага, бегать мы теперь не умеем Как в United Defense Блять, это свой Обид Черт, они сорутили баррикады наверху Может предложим инстанциям? Сорвем эту черную матерью Взрывчатку сюда Скорее! Весь, товарищ лейтенант Подрывники сюда Со взрывчаткой Козлов Возьми у них срывчатку и приступай Установи заряду на нестучих опорах Быстро Так, заложите срывчатку А куда? Берегите граната Ага, вот есть Такая штука Отходим Отходим Сейчас планет Все живые знания Игра Скорее Тереть Тереть Быстрее 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 Хм Красиво Возьми ух Ага Тереть 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 советскую кампанию что ли потом возьмемся за британскую сталинград 42 сталинград 1942 год немецкие войска сравняли город с землей массированными воздушными бомбардировками тем не менее в городе их пехотные части столкнулись с ожесточенным сопротивлением поскольку на защиту сталинграда были брошены все силы красной армии ходе постоянных боестолкновений в городе была практически стерта линия фронта среди руин оставалось множество укрепленных огневых точек окруженных ничейной землей немецкий расчет на бронетехнику и точные скоординированные удары оказался бесполезен на узких разрушенных улицах сталинграда оборона сталинграда имеет огромное значение для всего советского союза красноармейцы будут защищать город до последней капли да так декабрь 42 года полтора года с начала войны минус 30 мы потеряли связь с бойцами с поста в парке культуры скорее всего телефонный кабель перебила шрапнелью во время непрекращающихся перестрелок это часто бывает товарищи из парка культуры чинили линию вчера теперь наша очередь лучше бы у нас было радио рядовой Василий Иванович Козлов 13 гвардейская стрелковая дивизия Козлов нужно наладить связь иди со вторым отрядом и устрани разрыв кабеля мы с первым отрядом займемся этими зданиями а это все свои так восстановите телефонную линию что у меня есть есть ППШ опять же блин жаль мне не оставили снайперку предыдущего задания блядь сейчас подохну блядь блядь откуда блядь не вижу да тут уже конечно он стреляет не так метко без прицела как в предыдущей части блядь 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 коммунисты Так, есть такое дело. Ага, теперь у нас на компасе видно и расположение войск противника. Это круто. Так, можем выбраться из окна? Нет. Блядь, тут теперь бочки есть, которые взрываются. Продолжение следует. Блядь, гранат куча. Какой пиздец. Ух, засадил. Блядь, чё их так дохера-то? Прямо пиздец. Опять же, такое ощущение, что они распаунятся просто бесконечно. Нужно прорываться вперёд. Чиним второй шнур. Охренеть. Охренеть. Блядь, граната. Добрый вечер. Блядь, сложно. Вот реально. Блядь, разбросал оружие. Такое ощущение, что увеличили. Блядь, разбросал оружие. Такое ощущение, что увеличили. Оно теперь гораздо, гораздо менее точное. Блядь, за этими бочками нельзя прятаться. Блядь, за этими мешками. Блядь, за этими мешками. Блядь. 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 Блядь, сэнами. Блядь. здесь происходит так пора менять оружие нужна винтовка какая-то более-менее да погоди ты блять гостиница харьков мы же вроде блять ты что здесь делаешь блять блять Винтовка ГВР-43 Я успеваю и чинить Так, установите телефонную связь со штабом полка Блять, это было эпично Винтовой! Дайте укрытие! Винтовка ГВР-43 На последних! Винтовка ГВР-43 Винтовка ГВР-43 Как это? Не может быть! Товарищ Козлов, танки противника приближаются к вашей позиции Танки Интересно, у них зимняя одежда У немцев Танки Панцир 2 Бля, ебать их там дохера Многие! Продуктор Винтовка Винтовка Блядь танк Так, а где панцерфауст? А, с помощью магнитных мин? Ага, нужно к нему подойти ближе Есть Так, еще два танка Ну нихера себе Битва за Сталинград, блядь Вот танк вижу Иди сюда Охреневший, блядь Блядь Твою мать Контузило, блядь Жестко Да, блядь, он убегает, сука Долбаный, блядь, танк Долбаный, блядь, блядь Как бы его обойти Блядь Блядь Так Так Твой Демь Блядь Блядь Той Блядь И Стоять Блядь Стоять Так, ну блять, прям такая динамика, такой экшен, что не успеваешь ничего даже откомментировать, блять. Так, и где-то должен быть еще один, а вот и он, прям здесь, прям рядом. И почему он не взорван? Ага, я понял. Я его типа обездвиживаю. ППС-42. Интересный автоматик. Товарищи, сюда! Нам нужно в депо, скорее! В депо? Ух, блин! Короче, очень-очень-очень круто. Мне нравится, мне очень нравится. Опять же, декабрь, 42-го года, 8 декабря, минус 28. Мы сделали перерыв для пополнения запаса, боеприпасов и прочего, прежде чем двинуться к нашим товарищам на вокзале. Здание главного вокзала сейчас контролируют немцы. Лейтенант Вольский говорит, что за последние 6 часов вокзал переходил из рук в руки 12 раз. Самый безопасный путь на вокзал лежит через трубопроводы, если, конечно, немцы все еще не обнаружили эти трубы. Рядовой Василий Иванович Козлов. Продолжаем проходить Call of Duty вторую часть. А именно, советскую кампанию. Так, туда я пройти не могу. Ладно. С чем это я бегаю? Интересно. МП-40. Есть и ПП-42. Немножко тише сделаем. Найдите второй отряд на территории Депо. Весна придет, твой труп всплывет. Твою мать. Ох ты бьет. Так, ПП-ш. Давайте поменяем МП... А хотя, блин, патронов-патронов мало. Так. Блин. Слушай, это прикольно. Мне нравится. Вообще. Так. Ну что ж. Нужно все-таки найти отряд и соединиться с ним. Так, иду, иди этой дорогой. Окей, а если пойти прямо, что будет? Ладно. Пойдем сюда, как нам советуют. Интересно, если не убивать этих ребят снизу, мы с ними потом встретимся, с этими фашистами, блядь, охереть. Или можно это все просто пропустить и пробежать мимо. Вот интересно. Так. Это свои. Так, это у нас... Ух ты. Это у нас интересная вещь. Меняем. Это у нас интересная вещь. Ай, блядь. Время! другую винтовку блять чё ты пугаешь куда бежишь пустите 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 я чё-то психанул так все окей тогда дайте мне больше патрону для снайперской винтовки вот и а сейчас патроны конечно в этой части интересные где-то нашел весь патроны для винтовки блядь как как ты сюда забрался 5 гранат постоянно блядь сюда закидывают гранаты пошел нахер вот я чуть не умер так у меня тоже есть гранатка какая-то блядь сзади а я дым кину опять тут граната так тут можно за пулемет стать а вот вот они да блядь уничтожьте вражеский танк чем его уничтожить с помощью магнитных мин а нужно прийти к нему поближе блядь не вижу я это сделал прицел когда бегу особенно а это уже танк блядь как к нему пробраться нужно как-то пробиться к нему а там куча немцев так я туда пойти не могу так и нужно уже брать конечно какое-то поинтереснее оружие ну что патронов мало блядь вот посмотрите что тут творится так танк мы бахнули так пара пара менять а тут много есть ппш хорошо давайте тогда сделаем вот так пулемет уничтожить передовую оборонительную позицию врага и зачистить склады блядь и шаг до хера тут блин снайперки теперь нет блин снайперки присел сюда не залезть окей давайте обойдем по большому кругу ясно там пулемет и 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 кто-то за мной граната короче нужно двигаться это главное заныкался он тут так ну мне кажется что задача выполнена а еще один остался так да задача есть теперь можно пойти еще там уничтожить передовую оборонительную позицию и зачистить склады не 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 наверное сначала мы пойдем зачистим склады а 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 я очень радуюсь графончику и вообще отличные изменения от первой до второй части блин просто кайф а а так здесь была какая-то снайперка мало патронов но хоть так так все зачистить вражеский склад снабжей а а к а хоть а все успокоились немного Сидят тут такие, заныкались. Так, все, встретиться с товарищами. Отлично. Так, пройдем-ка мы еще одну миссию. 2 января 1943 года. Сталинград оказался ловушкой для 6-й немецкой армии. Город со всех сторон окружен советскими войсками. Немцы лишены всякого снабжения. Запертые в городе немецкие солдаты голодают и испытывают нехватку боеприпасов. Тем не менее, они не сдаются в плен, так как боятся, что их расстреляют советские комиссары. Борьба за пылающие руины обостряется, когда в город входят тысячи советских солдат. Их единственная цель – отбить Сталинград квартал за кварталом. В общем, Сталинград. Январь 43-го, 15-е января. Минус 44 градуса, блядь. Сколько же народу, наверное, погибло просто от пола. Товарищи, фашисты захватили несколько домов на этой улице. Наш долг – отбить у них эти здания, а потом уничтожить их склад боеприпасов. Вот, в дом советов. Вперед! Ну, какие красивые здания были. Блядь, у меня нет уже снайперских рентов. Или, в принципе, рентов. Бежал куда-то, чувак, и не забежал. Своли. Слой. Могуте магнитные мимы. Могуте магнитные мимы. Могуте магнитные мимы. До свидания. Блядь, херово стал. А тут еще и немцы, еще и гранаты. Не сюда нужно убегать. Блядь, да я же только что... Ну что это такое? Откуда их столько, блядь? Я же только что там все зачистил. Так, захотеть жилые дома, еще один остался. Блядь, она таки была рядом. Аааа... Че тупим? Блядь, граната, граната, граната. О, снайперка. Отлично. Так. Двигайтесь к Данию Горсовета. Огон. Постреляем из пулемета. Постреляем. Постреляем из пулемета. я никого не вижу куда стрелять нельзя так подорвать да я бы лучше зашел туда и зачистил это все дело все пулемет мне не очень опять там не понял не понял блядь называется щелкнул как я погибуете-то не в бошку попали здесь можно умереть одного выстрела блядь ага все я понял понял как я попал так мы бегом от окна куда где-то выбраться я оттуда не могу в запертой комнате мне начинается клоустрофобия ага да блядь мажу так еб твою мать да блядь и ныкаем блядь куда не собирается как двигаетесь в здание сбор совет это где-то суда начинаются дома можно брать под почто Все, 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 все Сталинград, снег, уже минус 30 Обед, 13-40 Так, добритесь до здания горсовета, я думал, что я уже добрался Блядь, это было больно Так, у меня еще есть снайпинг? О, блядь, я не хераз здесь не вижу Это хип так неудобно, тут подох Ни хера не вижу Ногу Дерегись, граната Это фашисты, после технических комплексов, огонь Да, блядь Как ты мог выжить после попадания, блядь, в голову? А, пускай они сбоку забежали Блядь Блядь Вот он опять выжил Фу, какой-то терминатор, блядь Так, можно обойти как-то вот так Это все дело Ага, а тут никак, только вперед Таким образом построили Уровень Блядь, граната Заебали с этими гранатами У меня же тоже есть Держи Держите еще Так Вот теперь прошло сохранение Короче, пока что было Были только снежные миссии Ну, это у нас Советский Союз, да? Так, это у нас уже здание горсовета Без проблем После обеда Минус 25 Становится все жарче Мы зачистили большинство помещений В Южном крыле горсовета Двое наших бойцов были убиты фашистскими снайперами Через окна Из-за снайперов нам приходится продвигаться Очень осторожно Причина, по которой немцы не пытаются Прорваться на нашу сторону Та же самая Наши снайперы тоже не дремлют Ну что ж, продолжим Откуда у вас столько Смотри, дальше Лезу Так, ну ППШ это хорошо Еще и снайпер там Так, отлично Продвигаемся С первым этажом все Так, уничтожьте противника в западном крыле Горсоветом вниз Я понял Где немецкий снайпер? Так, у меня есть Отлично Теперь жди Сейчас Паша привлечет внимание этого гада Паша Давай Да Я не вижу, где он Серое здание Второй этаж Ага Вижу Готов Отлично Стреляешь Молодец Теперь пойдем Нужно еще Отбить горсовет Держаться рядом Я за тобой Да Да Блядь Вы заебались Этими гранатами Стреляешь 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 Почему я не могу Почему я не могу вернуться Блядь Ну пиздец Ладно Пошли с Мосинкой Стреляешь Стреляешь Пройти О Стреляешь Блядь В общем, сафари. Пока что. Да, блядь. Еще три атаки отражать. Берегись, фулемет, фулемет, серая здания, четвертый газ. Берегись, фулемет, серая здания, четвертый газ, четвертый газ, четвертый газ, четвертый газ, четвертый газ. Да, блядь. Печально. Еще две атаки. Да сколько не могу попасть. Берегись, фулемет, четвертый газ, четвертый газ, четвертый газ, четвертый газ. Берегись, фулемет, серая здания, четвертый газ. Берегись, фулемет, четвертый газ, четвертый газ, четвертый газ, четвертый газ. Ну, я знал, я знал, что надо будет уничтожить танк. Еще один пулемет. Блядь, он уже здесь, сука. Ага, он неубиваемый. Понятно. Так, а каким образом уничтожить танк? Свертый газ! Свертый газ! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Но ничего, мы им еще покажем! Да, как-то легко! Ну что же, ребят, мы завершили кампанию за Советский Союз. Почему-то она называется здесь русская. Так, ну что ж, на этом, наверное, все на сегодня в этот раз. Подписывайтесь на канал, смотрите прохождение других кампаний, смотрите прохождение других игр. Вы были на канале Культгеймс, увидимся!